то я переключаюсь на эту дату. Естественно, когда появляется Миша, то тут же появляется Рамбом. Естественно, я тут же обратился в Йохот Чуа, в Йом-Кипур, не о храме, не о чем-то таком. От нас отдалено по времени Йохот Чуа Рамбома. Для начала, вот здесь опять то, о чем мы говорим. Йохот Чуа, законы раскаяния, если переводить дословно, это ведь не Галаха. Например, Шульхана Рух, который Рамбом просто копирует очень часто. Вот что было понятно, я для тех, кто не знает, просто расскажу. Значит, дело в том, что автор Шульхана Руха Раби Йосеф Каро, основной автор, он же вначале прокомментировал Мишне Тора, точнее так, вначале прокомментировал арбо Туринг, гласический труд раби Якова Бенашера, потом он прокомментировал комментарии Касов Мишне, Тора Рамбома, а вот потом он начал писать, потом он стал писать Шульхана Руха. То есть он как бы вначале проработал целиком, целиком изучил Рамбома. И в результате в Шульхана Рухе огромное количество просто копирований законов из Мишне Тора в Шульхана Руху. Что не делает при этом Раби Йосеф Каро, когда вот пишет Шульхана Руху? Он не копирует туда законы, не актуальные на время написания XVI века. То есть он не копирует законы храма, он не копирует законы чистоты, ну и законы Санхедрина, подобные вот законы, которые, ну политическую там часть, закон Санхедрина политическая часть Мишне Тора. Он тоже не копирует, да, он не копирует на книгу Мадар. То есть, в смысле первую часть, это Йосудей Тора, это то, как еврей сейчас должен мыслить. Вот Мишне Тора ведь начинается, вот Галахический кодекс Рамбома начинается с Йосудей Тора, значит, фундаментальные основы Торы и посвящены тому, как человек должен мыслить. Вот эта вот удивительная такая вещь, так как есть заповедь в вере в единство Бога, то Рамбом считает, что эта тема имеет отношение к заповедам. Раби Йосов Каро эту часть не дублирует и не переписывает, он ее в голову не перемещает. Точно так же он поступает с Йохот Чува. Вот Сефир Мода начинается с того, как человек должен мыслить, и кончает, первая книга из 14 томов Мишне Тора, кончается Йохот Чува, как человек должен рассказать. Естественно, опять Раби Йосов, короче, более конкретный и эту тему тоже пропускает. Потому что это тоже где-то в области, как человек должен воспринимать себя. Если первая часть, как человек должен воспринимать мир и понимать созданный мир Всевышним, то последняя часть – Йохот Чува, у Рамбома законы раскаяния. Давайте так, как мы ее переводим? Законы раскаяния. Он – это как человек должен воспринимать себя. Вот это, по-моему, очень интересный вариант, что как бы в отличие от современного мира, который впитал идеи 20 века экзистенциализм, что главное, как воспринимает человек и так далее. И поэтому начинать надо с себя, а потом можно перейти к восприятию окружающего мира. Рамбом ровно наоборот действует, ровно считает, что наоборот должен быть подход ровно обратный. В начале человек познает мир, а в конце, уже будучи грамотным человеком, он начинает как бы познавать себя. И в этом смысле вот эти законы, которые хоть они и законы, но они законы именно в некотором смысле философские. Как обычно, такого сорта законы, значит, они довольно сложны в том смысле, что как бы описывается… Вещь, которую не пощупать. Давайте так сформулируем. Дело в том, что вообще книга, я ее не собираюсь сейчас зачитывать последовательно, потому что она довольно длинная. Ну, в смысле, это часть. Но вот, например, если человек нарушил одной из заповедей Торы, повелевающей или запрещающей, преднамеренно или позаблужденно, то когда он раскается и отвернется от греха своего… Точнее, вот здесь опять, так как у нас принято обращать внимание на иврит, то здесь, в общем, иврит полезно иметь именно иврит перед глазами. Я хочу заметить одну довольно интересную вещь, которая дальше обсуждается, но вот для Рамбума она ровное место, которое он даже не находит, нужно обсуждать. Большинство законов Рамбума, вот любая, когда вы открываете, там ход, неважно чего, например, законы о… ну вот то же самое, основные законы Торы, и суды фундаментальные законы Торы, то начинается всегда список заповедей, которые будут обсуждаться. И всегда, в общем, можно поставить сноску из заповедей, которую он в каждой главе предпосылает, можно поставить сноску на другую книгу Рамбума, это книга заповедей, где он перечисляет все заповеди и сформулирует их как заповеди. В законы раскаяния Хилхот Шува Рамбум начинается с того, что митцва асе ахат – одна предписывающая заповедь, чтобы грешник вернулся от греха своего перед Гошем и исповедался, и так далее. Фокус вот какой. Рамбум не считает, что есть заповедь прекратить грешить. На самом деле, ну вот, Раф Мейер Симха из Двинска по этому поводу заявил, что такой заповеди не может существовать. просто по причине того, что если человек согрешил один раз, второй раз, третий раз, то ведь вещь не стала разрешенной. По этому поводу, откуда может существовать заповедь, которая говорит, что ты должен прекратить грешить. Она не может быть отдельно. Ты не мог совершать преступление предыдущего. У тебя уже есть этот запрет. Откуда взять запрет делать, что и так запрещено? Он и так, тут вот, ну, довольно очевидно все это с точки зрения Раби Мейера, Симхи Мейера из Двинска. Рамбум считает, что основной вес лежит на слове из предписывающейся оповедиторы, это проговорить, исповедаться, то, что называется, на самом деле, опять, вот тут проблема с переводом на еврей. Ведь во всех законах есть два термина, которые представляют трудность для перевода. Первый термин, это раскаяние, а второе, это видусть. Значит, раскаяние, это тьува, и как глагол лошу, вернуться. Ну, как вот, как бы считается, что человек, ну, как считается, на уровне слов. Лошу, это возвращаться, это глагол, который не имеет других значений. это именно возвращаться, повторять, отвечать, на самом деле, еще если в Ефиле, значит, лагасив, это вернуть человека и вернуть ответ. Если спросили, то тьува, это ответ вообще-то еще. значит, но как бы предполагается, что человек, который совершает грехи, он ушел с правильной дороги, и все, что ему нужно, ему нужно вернуться. То есть, как бы, родной дом, это праведная жизнь. А вот, и это на самом деле терминология Торы, которая всегда, когда речь говорит о грехах, и о возвращении, о грехах, то она говорит, свернули с дороги. Суру мингадер. Свернули с дороги. Как бы, есть где-то вот прямая стезя, для каждого человека, может быть, своя, для общины какая-то такая хитрая дорога. А человек, который согрешил, он просто свернул. Он пошел не туда, и ему надо вернуться, совершить это самое возвращение. Поэтому отсюда чува – это возвращение. И это, на мой вкус, очень сильное такое слово, именно вот смысловая часть. То есть, человек, который грешит, он или покинул родной дом, он просто заблудился. Надо вернуться. Вот это то, что есть. А второе слово, которое здесь есть, слово «видуй», исповедь обычно переводится, и проблема в том, что как бы вот для того, чтобы быть понятно, вот однокременные слова регулярно помогают понять слово. Моде – это благодарить, да, отсюда туда, спасибо. Моде – это еще соглашаться с чем-то. И там вот в литературе, когда вы встречаете моде-ле, то это регулярно признает мнение другого. или признает что-то, моде-раби-шим, это псих-рэй-шим. Раби-шим, он соглашается, принимает. Вот в этом смысле «видуй» это вот признание в грехе, но при этом вот арабам считают, что заповедь она как раз именно в этом и состоит. В том, что раскаяние должно иметь некоторое оформление. Вот что, «илхо»? Вот здесь начинается как раз еврейская некоторая жизнь, еврейский некоторый взгляд на мир, который довольно прочно закреплен. Его лучше всего, я много раз повторял, но я считаю, что до сих пор самое блестящее мысль, блестящее выражение этой мысли, можно увидеть ура-белевиц, как и из Бердичева, который по этому поводу сказал, что если у тебя посетило доброе намерение, желание праведности, у тебя вдруг хитлахус, эмоциональный шторм, да, в сторону праведности, то не дай ему пропасть зря, оформив что-нибудь, прочти псалом, дай вздох, сделай хоть что-нибудь, не дай этому остаться без материального воплощения. Вот это мысль, вот это выражение мысли Рабеля-Вицека, она на самом деле вот тоже самое у Рамбома. Если человек раскаивается в том, что делает, он хочет свершить Чува, то это должно быть как-то оформлено. И, собственно говоря, Рамбом в Хохот Чува, когда говорит о раскаянии, он говорит, что когда был храм, там, заряд преступлений не за все, но за те, которые, ну, долгий разговор, за как и за какие именно, но за большинство основных преступлений, если это не там убийство и не преступление, совершенное злостно, можем просто принести жертву. Но вот это часть оформления раскаяния. Но при этом Рамбом говорит, что следует так или иначе обязательно произнести формулу признания греха. И, например, там дальше будет, но вот в Йом-Кипур классическое шесть признаний в грехах первосвященника над жертвами Йом-Кипура, где он признает в грехах за себя, за свою семью, за левитов и коэнов, за народ Израиля и так далее. То есть, вот, признание над козлом, вот эта формула признания, это как бы оформление раскаяния. И все-таки для понимания вот всей этой службы Йом-Кипура и для понимания того, что происходит в Йом-Кипу, вот это Рамбом считает, что Йом-Кипур это такой большой день окончательного оправления раскаяния, чула, возвращения. И в результате мы обнаруживаем, что в Йом-Кипур там многократно повторяется ведуй. Тонкость состоит в том, что там еврейский ведуй, он как бы есть некоторый спор. Человек, который приносит жертву, за грех имеется в виду жертву, он вообще-то должен над жертвой произнести в виду. Вот делается смеха, на жертву кладутся две руки на голову жертвы, жертвенного животного, ну, до того, как его режут. И произносится вообще, должно быть произнесено, по какому поводу ты приносишь жертву. Не обязательно произносить это громогласно и совершенно необязательно всех посвящать свои грехи. Более того, по большинству мнений редко когда имеет смысл публичное признание грехов и, впрочем, даже признание любому другому человеку, кроме того, у кого вы хотите признать, попросить прощения, то, в общем, надо все-таки как-то объяснить за что. в результате признание человек совершает перед Богом, но оно должно быть проговорено самим человеком, который пытается расшириться. И это некоторое важное правило с точки зрения Рамбова, потому что для него вещь не оформленная интеллектуально, а интеллектуально это словесно, она как бы не превратилась в что-то материальное, а вот сформулированное, опять мы говорим про греха, значит, вся эта система, которая еще в Талмуде начинается по поводу грехи перед Всевышним и грехи перед ближним, как бы мы говорим о грехе перед Всевышним в данном случае, что это должно быть проговорено с точки зрения Рамбова. Другой разговор, что есть грехи бывают разные, что некоторые и не проговорить толком, а некоторые человека и не замечают. По этому поводу вот в Йом-Кипур это такая традиция, но вы можете обнаружить в Мишне это, а Мишна при этом, когда описывает исповедь первосвященника, она просто цитирует то, что происходило в храме, то есть это храмовое действие было такое, то всегда еврейская исповедь, она же есть стандартные тексты, и они как бы сделаны максимально обезличенными, в том смысле, что обычно список грехов приводится просто в алфавитном порядке, и каждый читает их там подряд и понятно там два, как обычно два смысла, когда что-то формулируется в алфавитном порядке, но я уже говорил и вы замечали, что некоторые песенные тексты, поэтические тексты уже в Торе идут в алфавитном порядке, Аллах Тутаф, несколько псалмов составленных именно в этом порядке, самый большой псалмов 119 составлен восьмикратном обезличенном порядке, и обычно такая вот эта форма она на автомате комментируется все от ламы до тав, ну если там перевести на русском более привычные поговорки от альфы до омеги, от первой до последней буквы греческого алфавита, ну вы врите от альфа до тава это будет отстроиться очень от первой буквы до последней буквы, от адая для русского должно быть, но почему-то у русских нет такой поговорки, они почему-то от альфа до омеги говорят, ну грамотно образовываются грамотно как бы как бы с одной стороны это все грехи как бы мы виновны во всех грехах которые только бывают в природе значит а с другой стороны там есть еще одна сторона каждый вообще-то теоретически предполагается что каждый для себя обратит внимание и поймет что относится к нему как бы он проговорит но даже если он вот публично это читает то как бы он не рассказывает окружающим о своем грехе о том что как бы признание грехе вы можете посмотреть всю мусарную литературу мусарную литературу по этике еврейскую то как бы признание греха считается бесстыдством ну кроме тех случаев когда все и так знают где человек должен как-то сформулировать что он больше таким не является в этом случае когда признание в некотором грехе не является уже бесстыдством все и так знают то это отдельная тема то есть как бы а лав тав это все и в то же время маскировка некоторая которая позволяет каждому публично сказать но при этом ни в чем не признаться вот такая вот вещь значит при этом вот что здесь важно во всей этой истории значит и так вот заповедь как раз сформулировать для себя этот грех вот вот что касается геом кипура главное что должен сделать с точки зрения рамбома и рамбом считает это заповедь и тора кстати это в той или иной форме сформулировать чем грех то в чем он делает пшула понятно что у любого человека есть знаете давайте я просто буду зачитывать рамбома в данном случае по-моему так проще тут кто спрашивает извините пожалуйста Татьяна вы имеете ввиду к пород это вот этих петухов передъемки пора да вот именно это вот это меня смущает смотрите количество людей которые пытались это запретить оно поймите эти к пород выглядят крайне подозрительно и очень напоминает карбонот худс жертвоприношения вне храма напоминают еще раз они им не являются тем не менее количество желающих это запретить каким-нибудь способом зашкаливает то что это не запретили и это классическая ситуация раввины сдались я могу вам серии серии вещей где попытка объяснить что это неправильно приводит к такому глубокому непониманию со стороны общины что раввины вздыхают и говорят ну пусть так и будет потому что уже бороться с этим нельзя в наше время в наше время то же самое то же самое это просто я могу вам привести несколько примеров где у меня на глазах происходили некоторые галактические события которые просто знаю буквальное признание в том что мы сдались и мы поняли что мы общину не увидим в обратном кстати у Рамбома это есть там по одной из тем он говорит что он к старости понял что ему не убедить общину в том что он прав и он стал легко относиться к вопросам к которым в молодости он относился с большим неодобрением но став зрелым человеком он понял что с этим бороться невозможно и он зря думал что это так тяжело потому что это он слишком глубоко осознает что делают другие другие так это не осознают и не понимают это так как он то есть он как бы хуже думал о людях чем на самом деле с одной стороны думал лучше о них потому что считал что они глубже понимают они так не понимают глубоко как он но в результате выяснилось что он думал о людях хуже чем они являются а на самом деле все намного легче это все не столь серьезные грехи вот то же самое копород а в Малая думим какая ситуация понятия не имею у нас здесь как бы на улице копород принести нельзя у нас кур живых не продают в Малая думим копород чтобы принести надо на рынок ехать надо ехать в этот самый либо ну в те места где живых кур продают и там шехет есть но все-таки географически это сконцентрировано географически это можно сделать в Майошарим я не знаю как в этом году в связи с эпидемией это Майошарим это Шук-Бухарим я в районе Иерусалима называю места где это можно проделать вот ну кстати по-моему это потихоньку уходит потому что это скорее городскому жителю намного тяжелее весь этот номер проделать ну копород меняются деньгами нормальная ситуация там-то и дело нет на самом деле все куда проще вы долго будете смеяться женщины вы когда последний раз курицу ощипывали и потрошили да я даже их не ем вы хоть умеете ее ощипать распотрошить и откошировать потом вы хоть это умеете ладно я умею но я жил извините в городе Москве где курицу можно было взять только у Шойхета то есть ему надо было принести курицу он тебе ее зарежет или Шойхета ну Минакер в Москве это делал Минакер рэп Абрам Торбачкин заль фантастический совершенно человек Шойхет наш рэп был тоже фантастический человек два красавца один умница интеллигент второй да всю жизнь мясником работал изъяснялся пропорционально да был абсолютно суетным человеком и когда на 41 году Москву под Кенигсберг послали защищать это я цитирую Рэп Торбачкина то я каждый день не только Тфилин Рашин но и Тфилин Рабейну там накладывал пока при очередной переправе не утопил вещь мешок такие люди были вот да Рэп Мотал в это время сидел в лагерях при этом чтобы было понятно о какой паре мы говорим друзья фантастические только один вот вежливый человек мягчайший человек это Рэп Мотал и Торбачкин который да ну мясник представляете да как изъясняются мясники праведнейшие два праведнейших человека но по этому поводу этих кур там мы сами ощипывали потрошили кстати основы проверки на кошерность кур там в Москве знал любой мужчина все основные признаки при которых курица можно признать ценник кошерный знали там любой мужчина в городе Москве поэтому мы-то это умеем в нашем поколении но в нынешнем поколении кто умеет ощипать и распотрошить курицу еще проверить ее на кошерность одновременно я боюсь что таких людей нет по этому поводу ну есть конечно еще но как бы среди балабос по этому поводу вот ну пошел я ну зарезал я курицу дальше что я с ней буду делать и на самом деле меньше я вижу насколько меньше стало я просто видел сколько народу было и сколько лавок было с курями в 90-х годах ну в 80-х в конце 80-х на махане и гуды и сколько сейчас намного меньше потихоньку вот но кстати в книге венского раби Мейера из Вены это то что называется Сидорошель Раши Сидороши там приводят обычайка пород где выносят росток растения в горшке вырывают его и произносят тот же самый текст который произносят при курице вот то есть он это делал на растения там вот скажем наверное вегетарианцем был ну поверьте нет ну какой это Раши 12 век да 12 нет 11 какие какие вегетарианцы в 11 веке вегетарианство это новшество с 20 века до этого никому в голову такое не приходило да значит но я вот к чему по этому поводу к пород это вещь идущая понимаете в чем дело здесь же обратная есть сторона например вот сегодняшний человек с трудом понимает как он жертву будет приносить понимаете это другая проблема это свидетельствует на самом деле о изменении сознания и я не уверен что правильно изменение сознания но это но я хочу вернуться к рабам и заметить одну вещь которую рабам считают очень важной в третьей главе он говорит так у каждого человека есть заслуги я читаю сразу по русскому тексту но если кому-то хочется могу и по-евритскому читать у меня обе книги открыты перед глазами у каждого человека есть заслуги и беззаконные поступки аванод это такое вообще авон в современном иврите не случайно это административное правонарушение ну вот точное значение в современном ну в юридическом жаргоне не в уличном а в юридическом есть заслуги и проступки тот у кого заслуг больше чем проступков называется аванод цадик тот у кого проступков больше чем с хуетов раша раша значит цадик и раша здесь вот это уникальная вещь где надо просто чувствовать иврит потому что русский язык теряет оттенок который довольно важен да безусловно цадик в наше время это и в наше время это начиная с периода Талмуда все это цадик это праведник а раша это злодей 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 преступный злодей при этом сразу скажу есть же еще злодей неприступный злодей а это именно приступ но при этом в Торе я хочу заметить это такое понимание оно есть и у поздних пророков уже то есть это не Пламут придумал такое слово употребление оно есть и у поздних пророков но самое главное здесь состоит в следующем что цадик в Торе это оправданный в суде а раша это осужденных в суде вот это обратите внимание это не о праведности и неправедности а о оправданной и осужденной по этому поводу да эти два значения вы все-таки поймите евреи читают Тору раз в год прочитывают целиком по этому поводу значение слов Торы оно продолжает давить на евреи в чем сила вот когда там говорят что евреи отступают в их традициях в обычах отступают от Торы но Тора которые читают каждый год она всегда давит и обычные неправильные обычаи она вытесняет и забывает эти обычаи потому что давление непрерывного ежегодного чтения Торы оно очень серьезное на просто стиль еврейского восприятия мира так вот то же самое да конечно цадик это праведник но при этом все в голове держатся что цадик это оправданный судом а раньше это осужденный по этому поводу не исключено что человек у которого заслуги превышает он оправдан выше в суде ежегодно выше в суде и суде всей жизни а того у кого больше преступлений тот осужденный половина наполовину продолжает раньше раба половина наполовину средний человек вот теория среднего человека отдельно эти дело что рамбом опять рамбом что такое философ думает о галактической рамбом пишет открытым текстом в мечтой тура вы извините в муреновухим философском произведении что только трое четверо трое по моему умерли из-за змея то есть из-за того что у христа называется первородным грехом все остальных были преступлены по этому поводу обсуждения человека у которого нет грехов это несерьезно когда на все население мира всего таких три-четыре человека было обсуждать нечего такую ситуацию то есть безгрешных людей нет это ровное место для рамбома и для любого другого еврейского человека только из этого выводов никаких не делается потому что вывод ну безгрешных людей нет но видите ли точно так же симметрично не может быть человека без заслуг это же тоже абсолютно вот учитывайте вот эту симметрию которая должна быть в голове которую куча народ не замечают вот эта симметричность мышления она должна быть если нет человека безгрешного то нет человека без заслуг то это должно быть одинаково абсолютно потому что мир так устроен И половина наполовину отдельная тема, что такое наполовину наполовину, это надо обсуждать дальше будет. И также город, если у всех его жителей больше заслуг, чем беззаконий, праведен, а если беззаконий, больше преступлений. Вот я хочу опять, вот что такое четкость формулировок Рамбома. Рамбом формулирует, по крайней мере старается, формулировать очень четко, он очень аккуратен в подборе слов. И как раз тот человек, которого можно комментировать, опираясь на то, какие слова он выбирает. Если более небрежных людей, словесные холебристики, комментарии строить нельзя. А у Рамбома он очень тщательный в подборе слов. И когда он говорит, если у его жителей больше заслуг, обратите внимание, не больше заслуженных жителей, чем незаслуженных, неправедников больше, чем неправедников. А у жителей города, то есть как бы город считается как личность отдельная. И если вот у этой личности, которая город общинно-городская, заслуг больше, чем беззаконий, то он праведен. Значит, человек, у которого, дальше следует совершенно феноменальное заявление, человек, у которого беззаконий больше, чем заслуг, только же погибает в преступности своей. А также город, чьи беззаконие перевешивают, заслуги тут же пропадают. Приводится, например, Содома и Амора здесь. И также весь мир, если беззаконно многочисленный, тот же и разрушается. Ибо сказано, увидел Господь, как велико злочеловеческое. Это ссылка к истории с Ноем. Опять, вот почему Рамбову надо аккуратное слово? Человек погибает, город пропадает, мир разрушается. Поднимание, всюду разные глаголы, и это правильно, потому что город пропадает, как пропали с Дома и Амора, мир разрушается, как во время потопа, а человек погибает, это понять. Но дальше следует важнейшая оговорка, которая стала ровно с местом. И взвешивание происходит не по числу заслуг и беззаконий, а по их размерам. Бывает, что вес некой заслуги равен нескольким беззакониям, а бывает, что вес беззакония равен нескольким заслугам. Извешивание происходит со знанием-знанием Бога, благословен он, и он знает, как сопоставлять заслуги и беззакониям. Надо сказать, что регулярно куча народу приводит в качестве примера историю про Тануршин Ахнай. Там был некий спор про законы чистоты и скверны, ритуальной чистоты и скверны, связанной с печью. И там демонстрируются, как мудрецы, как дараби Элизар, Элизар, там уже с небес сказано было, что он прав. И чудеса доказывали, когда он доказывал, что ежели я прав, то будет такое-то чудо, и чудо происходило. То на что мудрецы сказали не на бесах, а на из каких-то пор чудеса стали вмешиваться в наши дела земные. И послали его, и, кстати, признали закон не по нему, несмотря на все чудеса. Сказали, что мы, знаете ли, простым голосованием такие вещи решаем, а чудеса нас не интересуют. И послали. Но когда в такой же истории, когда шел спор о праведности царя Соломона, тот, кто читал вторую книгу «Царство», Прекрасно понимает, что у царя Соломона есть чего обсуждать на тему праведности и неправедности. Это же еврейская книга. Это чтобы в еврейской книге про кого-то было написано, про царя тем более, что он абсолютно праведник. Так же просто не бывает. И там кончилось с тем, что с небес вмешались и заявили, что царь Соломон праведник. И это мнение было принято всеми как доказательство. Почему? По самой простой причине. Это другое, чем важное. Кто здесь праведник, кто здесь неправедник, мы, знаете ли, земным голосованием в небесном суде. Не в земном суде, а в небесном суде. Мы, знаете ли, на земле голосование мы не решаем. Это решается в другом суде. Это не мы можем вмешиваться. И по этому поводу решение небесного суда является безукоризненным, не нам с ним спорить. Но замечу, что вот в данном случае глаз небесный был сочтен абсолютно правильно. Значит, теперь дальше. Значит, Йом-Кипур. Йом-Кипур – это время чува, время возвращения на пути Господни. Давайте так переводить. Для всех, для одного и для многих. То есть для всех, для отдельной личности и для общин. Для рабим – это как угодно объединенная группа людей на самом деле. Вот это община, здесь условность некоторая. Идет представление – это частная личность. А рабим – это как угодно объединенная группа людей. И это конец прощения и прощения Израиля. Значит, для тех, кто забыл. У нас есть 10 дней раскаяния, то, что называется «сарай-май-чува». Они начинаются в Рошашана, в начале Рошашана, и кончаются в Йом-Кипур. Все эти дни, вот эти 10 дней. Вот Йом-Кипур – это последний день. И все обязаны, поэтому, все обязаны сделать чува и лыгитвадот, и признать ца в этот, в Йом-Кипур. И заповедное признание Йом-Кипура следует сделать в начале, еще накануне, до того, как сядет есть. Но вот здесь опять, евреи ненормальные, они все делают, я всегда говорил, что евреи ненормальные, и все делают. Вот все нормальные люди пишут, слева направо и справа налево. То же самое. У всех нормальных людей пост, а потом трапеза, в честь окончания поста. У евреев в начале трапеза, потом пост. Как, значит, саудат Митсвы перед Йом-Кипур, и саудат Митсвы, кстати, саудаха Мавсекет перед Тешеба. По этому поводу Рамбом говорит, давайте вы первый раз в виду произнесете до того, как сядет есть, вот это саудаха Мавсекет, значит, прерывающая трапезу, а то вдруг подавится во время трапезы до того, как произнесет признание. И здесь я хочу заметить, что эта часть, этот талмуд, на который ссылается в данном случае Рамбом, у нас две версии есть. Наше, Виленского издания, типографии «Вдовы и братьев Ром», которое повторяет фенецианское издание. Ну, в печатных изданиях, ну, основных печатных изданий. И версия, есть еще одна версия, есть рукописи некоторое количество, но вот Рамбом, основная версия для Рамбома, которым он пользуется талмудом, тогда там не такие большие расхождения, как принято думать, любому интересующему я отправляю книги Рабиновича Дикту Кайсофру. Ну, ко всем тамам талмуды какие есть, где все расхождения по основным рукописам приведены. Значит, и это версия Альфаевса. Как бы ни подавился, не умер во время трапезы и не успел совершить виду, исполнить эту западу. В нашей версии, как бы не потерял разум во время трапезы. И там, извините, потрясающее примечание Раши. Я напоминаю, Раши – это Ашкеназа, в отличие от Рамбома, который у нас в Сифарте. Он испанец. Он вообще рабе Моше ибн Абдалла Альсфрадид. Вообще, я могу, в Кунье, в описании, в полном описании. Рабе Моше бен Маймон ибн Абдалла Альсфрадид. Вот так он полностью произносится. Значит, он испанец. Раши от имени Ашкеназских евреев примечание «Потеряет разум во время трапезы» пишет «От пьянства». Ну, понятно, что в арабских странах, мусульманских странах, евреи, конечно, в отличие от арабов, пили вино. Но такого сногсшибательного пьянства там не было. А вот в Ашкеназских странах, если учесть, что Йом-Кипур – это как раз время молодого вина, сбора винограда и яйн-магито, как раз вот маджари, или какое там слово вы знаете, божоле, французское. Блин, у меня привычный маджари. Значит, ну, то есть вино вот совсем вот только что. То понятно, что реализм Раши как бы не надрались… Нет, я понимаю, что сегодня пьянство во время суда мало кто решится, но Раши знает свои кадры и прекрасно знает получше. Если устроили праздничную трапезу, я хочу заметить, что трапеза перед Йом-Кипур праздничная, то, в общем, количество людей, которые выпьют как следует, надо считаться с таким количеством людей. К тому же есть второе соображение, что Галаха как бы не умер, а применительно к здоровому человеку не принимается никогда, это соображение в обнимание. Но это не принято просто потому, что если речь идет о коротких сроках, Шима-Ямут, Галаха просто не считается с этим предположением. Это не принято, на это не закладываются. Но опять, когда речь идет о коротких сроках, там не о десятилетнем сроке, когда есть, о чем успокоиться, а о коротких сроках. Значит, понятно, что в наше время перед Йом-Кипуром, я даже не видел, чтобы вино на стол подавали на самом деле перед Йом-Кипуром. Более того, сегодня люди довольно грамотно относятся к подготовке к посту и едят перед Йом-Кипуром то, что рекомендовано диетологами, чтобы легче перенести пост. А это довольно легкая трапеза, и вино там как бы не предусмотрено в такого рода мероприятиях. Но как бы первый раз, вот Рамбов очень обеспокоен, как бы человек не вошел в Йом-Кипур без виду и не покинул его. По этому поводу надо начинать вот с этой трапезы. Потом надо произнести опять, если я читаю Рамбову, следует повторить ночью в Йом-Кипур во время вечерней молитвы, а потом повторить в утренней молитвы, в дополнительной, это в Мусав, потом в послеполудневной молитве Минха, а потом в Нейла. Ну, для тех, кто забыл, в Йом-Кипур не три молитвы будних дней и не четыре молитвы праздников, опять есть пятая молитва Нейла. Молитва Нейла когда-то была обязательной молитвой во все посты. И, собственно, в посты было принято четыре молитвы, независимая дня, четвертая Нейла, закрывающая врата, молитва, закрывающая день, закрывающая пост. Когда-то это, но в наше время Нейла осталась только в Йом-Кипур, единственный день, когда осталась пятая, но она пятая, потому что есть Мусав четвертый. Значит, когда читает признание, один человек после молитвы, ну, там, где это принято, а посланец общины в середине, ну, там, в подробной описании. Значит, и если уже признал свое преступление в один Йом-Кипур, то следует его признавать следующее, чтобы показать, что он тверден в своем рассказе. Значит, Чува в Йом-Кипур достигает прощения только за преступление перед вестесущим. Например, если, вот теперь примеры. Если некто ел запрещенную пищу или вступил в запрещенную половую связь. Значит, то есть это, как бы, половые преступления, они преступления, обратите, я шучу, это не преступление перед обществом и не преступление перед ближним, за исключением, естественно, изнасилования и прелюбедения замужней женщиной, ну, очевидных вещей, которые являются преступлением по отношению к женщине или по отношению к ее мужу. Ну, все догадываются, какого рода еще преступления в половой сфере надо считать преступлением перед ближним. Но вообще неправедная половая жизнь – это ваше отношение с Богом, ну, до тех пор, пока это не касается кого-то из ближних. А вот и теперь, вот, чтобы было дальше. Но преступление против ближнего, вот тут надо зачитать. Например, кто-то нанес телесное повреждение, или, если кому-то нанесли телесное повреждение, или украл нечто, я потом бы это самое, то следует каким-то образом удовлетворить ближнего своего. Значит, что касается локалель «проклинать ближнего», то здесь всегда вопрос, что имеется в виду в современном иврите. Локалель – это непотребно обругать. То есть, значит, армейская асурла «калель» означает «запрещено ругаться матерно». Значит, если кто-то кого-то проклял, то Рамбам вряд ли имеет в виду, что… Имеется в виду проклятие такое, по правилам сделанное. По всей видимости, имеется в виду, когда человек обругал ближнего. Кстати, я хочу заметить довольно важную вещь у Рамбама. Дело в том, что проблема не в том, что кто-то обиделся. Проблема в том, что вы кого-то обругали не по делу. Потому что есть очень смешное доказательство, что запрещено проклинать глухого, который заведомо не обидится на то, что вы его прокляли, он просто не услышит. Тем не менее, это прямая запрета Торы. Это асурла. Запрещено говорить гадости про глухих. Правда, там очевидно, что имеется в виду, что он не увидит, но он не обидится и не узнает, кто виноват. Тем не менее, преступление совершили в том, что прокляли, а не в том, что кто-то обиделся. И дальше говорится про то, что когда речь идет о ближнем, надо уговорить его совершить прощение. Уговорить его простить. По этому поводу я хочу привести еще одну вещь. Каждый человек на протяжении всего года должен считать себя наполовину осужденным, а наполовину оправданным. И так же весь мир наполовину оправданным, а наполовину осужденным. И каждым грехом склоняет человек свою чашу осуждений, и чаша всего мира ведет к всеобщему разрушению. И каждым заповедным делом склоняет человек свою чашу оправданий, и чаша всего мира ведет к всеобщему сплавлению и избавлению. И об этом сказано Цадики Исотулам, праведник основу, фундамент мира. То есть праведник самой своей сущностью склоняет чашу весов мира и спасает его. Значит, а вот как раз здесь интереснее, откуда Рамбон берет по поводу того, что каждый человек должен считать себя средним. Значит, Брахот, Рава. Вот мы, например, Рава из средних. Ответил ему Абай, его вечный соперник, и он, по-моему, ему племянником будет. Господин не оставил шансов на жизнь никому. Сказал Рава, дано ли человеку о себе знать, праведен он или преступник. Абай, когда вот Рава говорит, начало диалога, оно здесь существенное. Абай, когда говорит, вот я, например, из средних, Абай как бы говорит, если вы средний, господин, ну, Рава старший. Если вы средний, то тогда все остальные просто преступники. И вы не оставляете шансы оправдания никому. На что Рава говорит, ты что-то неправильно меня понимаешь. Нам не дано знать, праведны мы или нет. Человеку не дано этого знать. Поэтому мы должны себя так воспринимать. Значит, к этому месту существует чудесный комментарий Раби Элемелаха из Лизинска. Или из Лизинска, по-моему, Лизинска все-таки. Который говорит, что не может быть, чтобы у нас было всегда заслуг столько же, сколько преступлений. У Шохинс шаткое равновесие. Мир бы давно опрокинулся. По всей видимости, что заслуг у нас больше. Вот это вот, кстати, вот по поводу хасидского, легкого отношения к миру. Уверенность в том, что мир не столь плох, как принято полагать. Это такое вот хасидское. Мир и люди. Каждый день у человека. Потому что вот это замечание Рабели Элемелаха должно нас вдохновить. Не может быть, чтобы все было настолько плохо. Значит, Яхотчува Рамбома. Я на самом деле советую почитать, там есть русских переводов, причем несколько русских переводов. И в интернете они бегают. Я советую почитать Яхотчува в период Асера Кимачува. Его читать полезно. Я не стал там входить в большие империи по поводу мира грядущего. Но что есть самое важное? Рамбом говорит, что Йом-Кипур, сам факт Йом-Кипур, прощает грехи. Да, тут начинаются проблемы. Признанные, непризнанные, легкие, тяжелые. Тем не менее, сам факт Йом-Кипур, кстати, чтобы для тех, кто не знает, Йом-Кипур прощает грехи в последний момент Йом-Кипур. Вот когда это говорится, имеется в виду Йом-Кипур вышел. Вот в этот момент. Значит, Йом-Кипур прощает все грехи. Ну, кроме там, мы не обсуждаем грехи, которые так просто не прощаются. Такие тоже есть. Тем не менее. Я, на самом деле, действительно, серьезно считаю, что Йом-Кипур – светлый праздник. Да, в него постятся. И все там законы с Роу, поста, они с Йом-Кипур берутся. И ноют на пшотэйхом. Уморите ваши души, да. Если дословно перевести заповедь относительно. Тем не менее, день, когда скоб обращается все, что можно прости. Это хороший такой день в календаре. Это вам не Роша-Шана, когда все решается числым функционалом, а не прощением. Отличие от них. Смотрите, опять тот же Рамбом, который подробно описывает разницу между судом Роша-Шана. День суда – это Роша-Шана. Роша-Шана, где происходит именно суд по функционалу, по справедливости, но не по милосердию. И по этому поводу, так как наши благословенные памятники мудрецы, например, Дон Гелая, считают, что когда речь заходит о суде над людьми, то Всевышний подставляет пальчик. Вот, извините, значит, там по одному мнению подставляет, давит на чашу заслуг, чтобы она перевесила чашу преступлений, по другому мнению подставляет пальчик под чашу, она на промыслах висах, да, под чашу с преступлениями, чтобы она не перевесила. А по третьему мнению, и это Рамбом, кстати, так считает, он берет третье мнение, что Всевышний некоторые преступления убирают с висок вообще. Обычно те, которые совершены один или два раза, не стали привычными. То есть, как бы, по этому поводу, в общем, смотреть на емкий порс, это с оптимизмом. И эта мысль, которая вот такого сурового и серьезного человека у Рамбома проведена весьма основательно, хотя можно ее не сразу заметить, но приближающийся емкий порс должен настроить нас на серьезную гладь, но тем не менее еще и на оптимизм, ну вот не такой, как хи-хи-хи, а именно оптимизм. Засим я собираюсь кончать дозволенные речи. Окей. Господа и дамы, есть вопросы по этой сложной теме? Мэйр, а вот эти 24 вида грехов, которые трудно... Ну, это здесь список, как раз я хочу, этот список как раз есть. Но, смотрите... То есть, человеку не даются... Значит, четвертая глава. 24 вещи препятствуют раскаянию. В конце главы, только вот люди регулярно забывают читать до конца. Я вот всегда... Все это и все подобное, это в конце той же главы, только это шестой параграф, это первый параграф, это четвертая глава, значит, первый параграф. 24 вещи препятствуют раскаянию. В конце все это и все подобное, хотя и затрудняет раскаяние, не делает его невозможно. Если человек отвернулся от грехов своих и раскаялся, то он и зараскаешься, и есть ему доля в мире грядущей. Начнем с этого. Значит, 24... Дальше идет такая классическое восточное мышление в стиле... Или, как это называется, перечислений, нумерованных перечислений. Вот арабское мышление, Сергей Николаевича любил нумерованные перечисления. Тому, кто совершает четыре из них, святой благословенный не оставляет возможности раскаяния. Значит, здесь два варианта. Либо не оставляет возможности в смысле... Человек настолько занят всяким разным, что просто не до того ему. Из-за величия греха. И вот, тот, кто вводит многих грех... Значит, вы учите. Я могу доказать, что раб учитал Саадию Гаона. Сворит он с ним регулярно. И раб Саадия Гаона это комментирует совершенно блистательно по простоте. Тот, кто учит людей дурным мыслям и дурным идеям, не может совершить раскаяния, потому что он не в силах исправить с идеями. Когда человек сам доходит до дурных мыслей, это его проблема, он сам с ними будет справляться и он может исправить дурные мысли. Вот когда других учат до дурных мыслей, то есть править это тот, кто вводит во грех многих, в том числе тот, кто мешает людям исправить заповеди, тот, кто совращает человека с праведного пути, тот, кто видит, что его сын вступил на порочный круг и не мешает ему, тот, кто говорит согрешу и раскаюсь, и в том числе тот, кто говорит согрешу и емкий пур простит. Пять поступков закрывают в совершающем дороге возвращения. Значит, разница первые четыре – это препятствие с небес, потому что исправиться деянное почти невозможно. Здесь пять преступлений, которые сама природа греха не мешает вернуться. Тот, кто отделился от общины, ибо когда община раскается, его с ней не будет. Тот, кто не признает слова мудрецов. Тот, кто потешается над заповедями. Тот, кто презирает своих учителей. Тот, кто не найдет слова мудрецов.